Число заразившихся коронавирусом в мире достигло почти 3,5 миллиона. Количество умерших приближается к 250 тысячам. Тем временем все больше европейских стран снижают карантинные меры. В Германии открылись церкви, мечети, синагоги. В Португалии отменен режим чрезвычайного положения. А вот в Великобритании падают показатели смертности. За последнюю неделю сообщается о 315 летальных исходах. За сутки зафиксировано более 4000 новых заболевших. Власти заявили, работодателям в Британии придется ввести скользящий рабочий график по мере ослабления ограничительных мер. Это поможет сохранять меры дистанцирования и не допустить перегруженности транспорта. Также правительство намерено в тестовом режиме запустить новое приложение для мобильных телефонов, которое позволяет отслеживать контакты людей с симптомами COVID-19. Эпидемиологи полагают, что для подавления вируса приложение должно быть на телефонах примерно 56% населения, то есть около 80% пользователей смартфонов. Это приложение будет одним из ряда мер, которые необходимы для борьбы с инфекцией. Конечно, это не гарантирует полного контроля, но в какой-то мере это поможет нам вернуть больше людей на работу и оказывать своевременную помощь заболевшим. Во Франции подобное приложение под названием StopCovid будет запущено с 11 мая. В этой стране заболеваемость также снижается. За минувшие сутки отмечено около 300 новых больных и 135 смертей от коронавируса. Низкая статистика смерти от COVID-19 за последние 6 дней также в Испании – 164 человека. Количество зараженных за это же время более 800. Правительство Испании ослабило некоторые карантинные меры, людям разрешили выходить на улицу, и также там откроются небольшие магазины и парикмахерские.